всех поклонников laravel я приветствую на канале каткод друзья ура свершилось laravel 10 наконец-таки вышел нас сперва обманули сказав что выйдет 7 февраля потом изменили сроки на q1 на первый квартал никто не понимал в какой промежуток именно выйдет laravel но в итоге совсем недавно тейлор отвелл своем твиттере написал что 14 февраля объявляется праздник всех влюбленных laravel и laravel выйдет именно в этот день и так и произошло сегодня день записи 15 февраля вчера как раз laravel вышел и сегодня мы будем смотреть на него делать обзор устанавливать новые laravel и смотреть что там изменилось и проапгрейдим реальный проект доллара в 10 в целом друзья готовьтесь просто переучиваться все что вы знали в laravel 9 теперь не будет работать в laravel 10 но это конечно же шутка это не так особо ничего нового не изменилось если на презентация apple каждый год просто меняют цвет новых девайсов то здесь в целом laravel просто проапгрейдили зависимости перешли на пич пи 8 и 1 и добавили несколько фич без которых в принципе мы могли бы и так справиться но это если прям ожидать чего-то революционного а в целом разработчики laravel подытожили год активных пул реквестов laravel репозиторий и так друзья план на ролик мы смотрим что изменилось как обновиться пытаемся обновиться и смотрим что там нового в новом проекте на laravel 10 окей погнали и так что нового нам написали в официальной документации и так когда будет laravel 11 тоже в первом квартале 24 и также перейдет на следующую версию php а именно 82 тут какой-то текст так 81 у нас минимальная далее наконец таки ну на madura повлиял и добавили type hint для возвращаемых значений для аргументов дописали dog блоки на массивы и так далее в общем все то что нам обещали сделать еще в девятой версии наконец-таки появилась в десятой надеюсь что во всех местах они где-то где захотелось окей далее появился пакет в коробке я так понимаю пенант который позволяет объявлять некие флаги и с ними взаимодействовать можно хранить как в массиве в памяти так и в базе данных я думаю будет полезно особенно в каких-либо пакетах но в целом то же самое я обычно делаю у себя и не особо сложно пользоваться собственными решениями но окей обязательно взглянем и думаю где нибудь применим а вы в свою очередь напишите комментарий хотите ли обзор на этот пенант я обязательно сниму и поговорим более подробно далее у нас появился фасад процесс который позволяет нам взаимодействовать с командной строкой CLI и скажем в процессе выполнять какие-либо команды можно прямо в консольных командах теперь выполнить там композер апдейт npm build и так далее также будет крайне полезно я думаю в рамках разработки собственных пакетов скажем в команде инсталляции чтобы сразу билдились ассеты устанавливались какие-либо зависимости в композере в общем то что сейчас и так происходит в том же джет стриме когда он вмешивается и устанавливает что-то сверху что ему требуется в целом в моем пакете moonshine я делаю то же самое так далее в рамках тестов появилась опция profile и мы можем с вами наблюдать какие тесты у нас выполняются медленно и уже дали либо оптимизировать их либо делать параллельные тесты в общем информация по тестам и у нас по умолчанию появилась опция ps и мы можем изначальное приложение сгенерировать уже с п с тестами из коробки вот это отличная новость особенно для тех кто уже перешел на п с тесты и полностью ушел в них окей идем далее теперь у нас при генерации чего-либо скажем контроллера если мы не указываем name ранее нам нужно было мои контроллеры дальше там юзер контроллер если нет то выпадала ошибка теперь у нас будет как бы вопрос в консоли и надо будет ввести имя контроллера и далее он будет сгенерирован и так для всех подобных команд и нам также говорят что horizon и телескоп немного обновился в дизайне окей с тем что у нас появилась новая мы разобрались не особо много давайте теперь перейдем в раздел как проапгрейдить наш ларавел с девятой версии на 10 и так апгрейд гайд смотрим 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 как всегда все разделено на высокий уровень средний и низкий в рамках высоких обязательных у нас пичпи 81 это уже понятно об этом многие говорили композер 2 и 2 и далее нужно изменить зависимости соответственно laravel фреймворк поставить 10 и laravel ignition поставить вместо первой версии вторую также нам опционально говорят если хотите использовать php юнит 10 то измените также зависимости collision и соответственно пичпи юнит до 10 и немного подкорректируйте пичпи юнит xml из coverage надо убрать атрибут процесс анковед файл с этим понятно и я думаю это говорит о том что пест теперь спокойно работает спичпи юнит 10 двигаемся дальше также в композере нам нужно изменить минимум стабилити на стейбл мы еще раз пройдемся по пункт на когда будем все это выполнять а сейчас быстренько бегло проговорим каждый пункт так далее если у нас паблик пав изменен то вот так вот в новом стиле нужно этот момент кастомизировать влияние минимальное и в нашем проекте нигде не менялась директория с паблика на какую-либо другую окей идем дальше тут у нас в коробке появилась команда которая очищает мусор в рамках redis и теперь нужно по умолчанию если вы используете redis кернул добавить вот эту команду чтобы мусор чистился ничего сложного но если используете redis обязательно добавьте идем далее здесь у нас деби raw давайте ее откроем взглянем сразу на нее что там у нас было старой версии laravel так raw окей перейдем вот она у нас здесь вот get value о котором будет идти речь так и нам говорят что раньше деби raw внутри имел ту стринг метод давайте взглянем да он здесь есть если мы его где-то вызывали то он сразу нас конвертировался в строку теперь нам говорят что ту стринга нет чтобы вы обращали на это внимание все это сделано такое небольшое усложнение что у нас get value раньше вообще никаких параметров не принимала теперь принимает query grammar и все это сделано для того чтобы в будущем laravel как-то здесь прокачали эти моменты а пока что просто учитываем и если где-то использовали то берем этот момент на вооружение идем далее теперь у нас исключение query exception немного изменилось в конструкторе и появился новый параметр я у себя нигде этот exception самостоятельно не выплевывал если вы где-то его выплевывали то обязательно посмотрите что там с конструктором и что по параметрам изменилось окей идем далее миграции table юл айди исправили проблему раньше когда создавали колонку юл айди и не указывали на именование то по умолчанию колонка называлась ю ю айди что немного противоречит сути теперь изменили и юл айди генерирует колонку юл айди по умолчанию и можно задать то что вам требуется идем далее друзья eloquent наконец-таки убрали свойства dates если вы помните раньше мы там created it и так далее все что у нас кастовала в карбон добавляли в свойства dates и то же самое делали в рамках свойства каст в итоге каждый раз задавали вопрос а зачем вообще нужен этот date наконец-таки его убрали остался только каст и здесь мы можем указывать касты для полей с датами окей далее у нас у релэйшнов get base query переименовали в ту бейс если где-то используете обязательно тоже переименуйте я заглянул в moonshine так как была высока вероятность что где-то там я это использовал но нет поэтому на этот момент я не обратил внимание окей локализация как вы помните в предыдущем релизе larawelle 9 у нас лэнг из ресурсов переместился на уровень выше в этом релизе лэнг совсем выпилили из изначальной коробки и теперь чтобы добавить локализации нужно выполнить команду лэнг паблиш на самом деле если у вас веб-сайт не на английском языке то всегда потребуется добавлять этот лэнг паблиш поэтому я думаю что это исправление было лишним так далее у нас используется теперь монолог третьей версии если где-то используете монолог то нужно также обратить внимание на апгрейд гайд по монологу далее по очередям переименовали был диспатч нау для вызова синхрона теперь диспатч синг целом и нау был неплох теперь синг окей пусть будет синг если где-то использовали то проходите по проекту и переименовывайте далее друзья middle war или асс да вот этот момент мне тоже всегда мозолил глаза у нас раньше давайте откроем кернул вот здесь был road middle war и здесь содержались или асс и многих это путала а что именно здесь если бы сразу назвали это middle war или асс то вопросов бы не было теперь переименовали road middle war у нас middle war алиас все понятно и так явно лучше так теперь у нас с рейт лимит от м возвращает результат выполнения замыкания окей будем иметь ввиду это же момент который меня бесил всегда то что в роут сервис провайдере был вот этот вот свойство home ссылка на главную хотя мы везде используем именованные роут и вот теперь этот момент выпилили и мы можем теперь на него вообще не обращать внимание окей по тестам у нас изменился мог application сервис straight он в будущем будет удален пока что он деприкейт от и нам сразу предлагают использовать другие трейты либо всегда ссылаться на фасады своих статическим методом окей не вопрос не проблема и здесь у нас скорее исправление у нас валидация фейл теперь не переписывает массив а дополняет и последним пунктом у нас еще идет такое дополнение что это еще не все можете зайти в наш репозиторий там папу реквестом поискать то что мы что-то еще сделали не такой уж и маленький этот релиз laravel 10 поищите обязательно что-то найдете окей давайте теперь перейдем к апгрейду друзья хотя будет правильнее сперва установить новый laravel 10 быстренько на него взглянуть а потом уже перейти к апгрейду давайте так и поступим ok laravel new пусть будет l10 и давайте добавим пест тесты а по и нас ждет ошибка не знаю что возможно еще не до конца доделали давайте тогда пока без пест что-то там их процесс новый ругался по моему когда в прошлый раз вышел laravel 9 тоже изначально консольки были ошибки при установке но со временем их пофиксили но давайте пробуем ok сразу видим что действительно папки лэнг у нас нигде нет давайте взглянем на композер так фреймворк 10 все отлично php unit по умолчанию 10 все хорошо а тесты у нас не пест так разобрались давайте сразу взглянем на командочку эй лэнг по моему так publish окей у нас появляются лэнг тоже работает все как было по умолчанию и давайте сгенерируем какой-либо контроллер эй мейк контроллер заодно проверим что ничего не указываем спросят ли нас о спросили и пусть будет юзер может еще и контроллер допишет ух ты ж еще и спрашивает какой именно контроллер но пускай будет инвок был так контроллер нам не дописали ничего страшного смотрим что у нас там и мы видим что у нас type hint на возвращаемое значение круто давайте взглянем еще на модельку и здесь у нас док блок с массивом in string здесь массив не дописали ну видимо будет в одиннадцатой версии сразу все козыри нам не выплевывают окей давайте посмотрим кернел здесь нас middleware алиасы отлично и давайте взглянем также на провайдер road service провайдер так видимо что-то не понял но хом у нас здесь все еще присутствует ладно к этому моменту мы вернемся либо напишите в комментариях что они там имели ввиду по ссылке на главную страницу друзья решил вернуться к документации я немножко здесь погорячился здесь речь не о свойстве а о методе метод home deprecated будет удален поэтому пользуйтесь road и наименование вашего роута на главную страницу окей возвращаемся к проекту я также заметил что пенанта все-таки нет у нас в коробке его нужно дополнительно устанавливать а вот фасад по процессам давайте взглянем да вот он у нас есть и с ним мы уже можем взаимодействовать ну и друзья самое интересное напоследок попробуем проапгрейдить реальный проект проект покрыт тестами поэтому давайте сперва запустим тесты посмотрим что изначально все хорошо чтобы после апгрейда также проверить окей тесты у нас прошли возвращаемся в апгрейд гайд и давайте по пункт на идти смотреть что у нас там изменяется так лара вел фреймворк и и гнишен окей идем в композер где у нас здесь фреймворк ставим 10 далее ищем и гнишен 2 давайте пичпи юнит поставим 10 взглянем на наш пичпи юнит xml что у нас там coverage окей давайте уберем коллижен до 7 упустили смотрим где у нас тут буду долго искать так отлично двигаемся дальше минимум стабилити стейбл а что у нас там было дэв вроде ранее пусть будет стейбл возвращаемся так этот момент мы не трогали редиса у нас здесь нет деби рау можно посмотреть поискать было ли задействовано здесь нет окей если что в процессе тестов наткнемся я думаю идем дальше и лид я нигде не использовал так дейтс но я думаю в юзер модулся точно должно быть так здесь у нас нет кстати сорт тогда мы по моему здесь 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 так дэйтс 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 а у меня уже его и нет отлично возвращаемся назад смотрим дальше этот этого момента точно нет ленге у нас и так опубликованы давайте проверим dispatch now используется ли где-либо так find здесь нет и получается дикторию сорта я изначально забыл давайте тоже поищем так этого момента нет отлично смотрим дальше так это нужно переименовать с удовольствием этот момент сделаю где у нас тут вот он отлично двигаемся дальше рейт лимит замыканием не помню чтобы использовал метод хом вообще даже не знал о нем поэтому точно не использовал этот трейд не было нигде если вдруг был то узнаем так этот момент посмотрим вроде все получается так окей итак друзья переходим к установке зависимости тут уже можно сделать голос более грустным так как вряд ли у нас прям свежий лара вел релиз получится установить с уже большим количеством зависимостей я думаю не все еще обновились и добавили поддержку лара вел 10 давайте посмотрим удалим композер лог и будем через композер install пытаться установить ну как и ожидалось видим ошибку смотрим что у нас там живите out так с этой библиотека я уже разобрался здесь у них есть задачка по добавлению лара вел 10 в поддержку есть такой тикет я думаю в ближайшее время они добавят поэтому этот момент ждем но уже приходится ждать это говорит о том что тесты точно будут провалены по крайней мере все тесты по аутентификации давайте покажите чтобы смотреть что у нас там происходит дальше этот пакет уберем и ждем пытаемся сделать еще раз install наверняка такой пакет будет не один и будет гораздо больше на самом деле я уже посмотрел заранее открыл вкладки и знаю какие именно несовместимы так смотрим далее у нас снова проблема и проблема центре но центре у нас нормальные ребята они вроде как уже поддержку добавили и давайте просто поменяем версию на 32 окей пробуем еще раз так request factories не помню открывал я их или нет этих ребят не смотрел но думаю тоже в ближайшее время добавится поддержка но в целом их можно выпилить я их добавлял чтобы поиграться посмотреть что это за пакет давайте пока что уберем и двигаемся дальше но уже как видите стоит подождать и есть даже популярные пакеты которые требуются в обновлении доллара в 10 так далее здесь у меня мой moonshine и внутри laravel file manager так я вроде его открывал и здесь последний комит был год назад с поддержкой laravel 9 возможно добавят возможно придется выпилить это уже моя задачка но двигаемся дальше пока что чтобы посмотреть что еще будет не так выпиливаем moonshine и устанавливаем дальше да вот так вот радостно начали и совсем грустно под конец так что то у нас здесь идет вроде как попытался установить но у нас здесь moonshine все еще включен проект давайте его уберем у нас он в об печке подключается здесь его уберем и еще разок установим отлично все установлено давайте запустим он у меня уже здесь запущен виртуальный сервер так перейдем 127 окей видим ошибку не везде убрал moonshine еще есть и чинь блок так продукт кей здесь убираем и вуаля работает не так как хотелось бы также аутентификация будет сломана из-за 9 токенов но в ближайшее время этот момент поправят и возможно я добавлю еще один ролик как все-таки я проапгрейдил этот проект дождался поддержки laravel 10 также добавил ее и в свой пакет moonshine и так друзья сегодня обрадовались что релиз laravel 10 состоялся посмотрели что новое добавилось установили новый laravel 10 а вот про апгрейдится пока не удалось поэтому старые проекты с большим набором зависимости наверное стоит немножко подождать пока появится поддержка собственно выбора у нас и нет какие-то небольшие проекты можно будет спокойно обновлять ну и спокойно начинать новую разработку с использованием laravel 10 в целом отличий от 9 версии как таковых нет а на этом все друзья спасибо вам за просмотр спасибо вам за лайк который вы только что поставили это крайне важно жду ваших комментариев о процессе который мы сегодня выполняли о библиотеке пенант либо о чем-то еще и из новой экосистемы laravel если я что-то не учел а на этом друзья все всем спасибо за просмотр и увидимся в следующих роликах на канале как кот